Чиновники мэрии Грозного потребовали от жильцов общежитий по адресу городок Маяковского 119 и городок Маяковского 111 выселиться из своих квартир. В этих домах живут около двух десятков человек, среди них 12 детей. В домах отключен свет, газ, вода. Батареи едва теплятся. Жильцы говорят, принудительно переселяют их не в первый раз. Я бы, ну вообще в этой статье описывается тяжелая ситуация тех людей, кто там живет. Вы представляете, накануне Нового года в эти морозы, в холод им отключили вообще все, что можно отключить. Оставили там немножко отопления, которое еле-еле работает. И таким образом их по сути оттуда выживают. Я хочу обратиться опять-таки к кадыровцам. Вот этот свой обычный сценарий примените, покажите хотя бы, что там типа они неправы, что на самом деле вопрос совсем не такой. Но решите, пожалуйста, проблему этих людей. Не издевайтесь над людьми. Им реально сейчас очень тяжело. Вы обычно показываете по своему этому местному каналу ЧКТРК грязный, что вы там чуть ли не заботитесь о людях, что все то, что говорят про подобные случаи, это все неправда. Мы готовы закрыть на все это глаза, лишь бы вы сейчас сделали, решили проблему этих людей. Решите, пожалуйста, скажите, что это все было неправда, провокация. Пусть они извинятся, скажут, что их бес попутал, но решите их проблему. И либо включите им это все необходимое, воду там и так далее, либо переселите их куда-нибудь в нормальные условия. Но проблему решите людей. Тумсо, ты как персонаж Волан-де-Морт из фильма «Гарри Поттер», ты тот, чье имя нельзя называть в Чечне. Это правда, и многие в Чечне, даже мои знакомые, друзья, и не только, они говорят обо мне на чеченском «цецайохок», типа «тот, чье имя не называется на чеченском», типа «цецайохок чухума элитован», «тот, чье имя не называется, он типа что-нибудь сказал сегодня», вот такие задают вопросы. Поймите, нельзя Россию рушить, не станет сильной Россией, будет большая война, я не хочу воевать. И не думайте, что если разрушить Россию, Кавказ станет свободным, есть еще очень много мощных стран, они придут. Поверь мне, Скиф в 37-ке, я вообще никогда не мечтал и не мечтаю о разрушении России. Я мечтаю о том, чтобы мы просто разъехались нормально и нормально имели соседские отношения, жили в мире, ездили друг к другу в гости, у нас развивали туризм, бизнес, какие-то партнерства. Вот так вот я хочу, чтобы мы жили, а я не желаю России развала. Я желаю, чтобы наоборот там все было хорошо. Соситвинский он и в Африке соситвинский. Да, кстати, соситвинский наш брат и дома помогал людям, и в Африке помогает. Да что не так с твоим модерам, напоминает бразильских копов, которые убивают парочку мелких дилеров и сквозь пальцы смотрят на преступления целых банд. Сильная аналогия была. Тут в чате беспредел, как в набережных челнах 90-х. Тумсо, введи уже войска в чат. Восточный, я бы хотел, чтобы ты со мной общался, у тебя очень хорошие аналогии. С тебя можно брать пример в аналогиях. Мне очень нравятся люди, которые... Вообще это талант, это дар, когда ты можешь провести в нужный момент правильную такую уместную аналогию. Это очень круто. Это помогает людям осмыслить какую-то тему. Донателло Тумсо. Может ли быть кровавый конец кадыровцев в Чечне? Кровавый в смысле не война с Россией, а уничтожение кадыровцев народом. В теории все возможно. Как говорил Каддафи в своем интервью, народ говорил, меня любит. А потом с ним произошло то, что произошло. Поэтому это может произойти и с Кадыровым, и с Путиным. Это может произойти легко. В теории я имею в виду. Но ожидать ли нам это сегодня? Думаю, нет. Как думаешь, возможно, что произвучит цинично ситуация с взаимной высылкой членов дипмиссии между Россией и Германией. Может положительно отразиться на твоем дальнейшем статусе в Европе. Кстати, вот это действительно немножко циничная, конечно, тема рассуждения. Но я здесь не то, что о себе буду говорить. Это все-таки не столько касается моего дела, сколько тех, кто в Германии живет. И надо отметить, Зелимхан Хангашвили, да помилуйте вас и Вышний Аллах, своей смертью он сделал уже какую-то продвижку в деле чеченских беженцев в Германии. И вчера вот уже было решение Конституционного суда Германии, когда они наложили вето на депортацию двух чеченцев, обвиняемых по каким-то криминальным статьям, кража и еще там что-то такое. В общем, я понятия не имею, кто эти чеченцы, я понятия не имею, сфабрикованы дела или нет. Но сам факт, что Бранденбургский высший суд вынес решение, что они могут быть выданы России при получении от них там определенных гарантий, а Россия запросто дает такие гарантии. И по сути их уже готовили к тому, чтобы отправить, экстрадировать в Россию. И вот сейчас Конституционный суд Германии, это вообще высший орган, он наложил вето и постановил, что Бранденбургский высший суд не прав, когда говорит о том, что при каких-то гарантиях они могут быть выданы, а там гарантии были, что их якобы не будут судить в Чечне, там не идут в Чечню. И вот Конституционный суд говорит, что это не является гарантией их безопасности. Даже то, что их будут в другом регионе России судить, это абсолютно никак не гарантирует их безопасность. И Бранденбургский высший суд не имел права вот так вот принимать такое решение. И все это на фоне вот этих вот осложнений в отношениях, дипломатических отношениях России и Германии, все это, разумеется, вызвано смертью Зелимхана Хангашвили. И мы, конечно, предпочли бы, чтобы наш брат был жив и здоров, и у нас продолжались бы проблемы, мы бы там боролись бы иначе, но при этом он был бы жив и здоров, и был бы рядом с нами, ну, в условном смысле. Хотя мы с ним никогда не были знакомы, не пересекались, но я все равно, для меня он был моим братом. Да помилует его Всевышний Аллах. Но в то же время его смерть, она тоже какие-то сподвижки, плюсы дала. Мы ни в коем случае, конечно, не рады этому. Но я это говорю к тому, что даже его смерть не была напрасной. Пусть Аллах дарует терпение его родным и близким. Безусловно, Господь сделал его насильственную смерть еще большим благом для Зелимхана, милость его безгранична. Инша Аллах, мы просим Аллаха, чтобы он даровал ему степень шахида. Дрон Сила. Тумсо, хотел бы иметь квартиру в Тбилиси помимо жилья в Ичкерии. И чем особенно тебе понравилось в Грузии, какие там люди? Я бы очень хотел иметь квартиру в Грузии или дом в Грузии даже. Где-нибудь в районе Ваке, например. Мне очень нравится Грузия, Тбилиси. По поводу людей, я могу сказать, что в Грузии я себя чувствовал, как будто бы у себя дома. Это такое место, когда ты... Вот менталитет этот все равно кавказский, он присутствует у грузин. Несмотря на то, что мы имеем разные вероисповедания, мы разных конфессий, они в основном, грузины, это православные христиане, не считая небольшого количества аджарцев и принявших ислам. Основная часть это христиане. Но несмотря на это, вот этот менталитет кавказский, он присутствует у грузин. И это то, чего так не хватает, почему мы скучаем в Европе. В Грузии ты можешь идти гулять там со своими детьми, допустим, и проходящий мимо человек может остановиться, там, бабушка, например, или мужчина. Достать из сумки бабушка, например, конфеты, может угостить детей. А там мужчина, например, может на кассе увидеть твоего ребенка и что-то купить ему. Ну, конфету какую-нибудь, чупа-чупс. Это вещи, которых ты никогда этого не встретишь ни в России, нигде, ни в Европе. В Европе, наоборот, если ты попытаешься что-то, какое-то внимание оказать ребенку, это может быть неправильно оценено даже родителями. И на тебя даже могут пожаловаться в полицию, что ты какой-то нездоровый знак внимания к ребенку проявил. В общем, это очень такая тема щепетильная. И вот по этим вещам ты как бы скучаешь. В Грузии никогда, как бы сильно ты не шумел у себя в квартире, там у тебя может дискотека проходить, никогда в жизни на тебя не пожалуется в полицию твой сосед. Никогда этого не произойдет. В Грузии у меня были очень шумные соседи. Они там устраивали вечеринки, вот эти песни пения грузинские. Очень веселые были. Кстати, очень дружили с грузинами. Мы друг другу делали какие-то подарки. Мне приносили, допустим, грузины многие мед, разводят пчел и собирают мед. И они могли, допустим, из своего нового сбора этого меда, угощали меня медом. Мы могли сделать что-то национальное и угостить этим. В общем, очень дружно жили. И это вот тот самый такой кавказский менталитет, которого, к сожалению, в других местах его нет. И ты поэтому очень скучаешь. Ну и к тому же места очень живописные в Грузии. Тбилиси — это такой город, где ты едешь по дороге и проезжаешь сначала такой новостройки, что-то новое, типа мегаполюс, а потом раз и такой обрыв, по которому стекает родник. И ты как будто бы оказался где-то в горах. Настолько живописные места, и все это в рамках одного города. Субтитры создавал DimaTorzok